Когда-то такое было, меня сюда пригласили, да, мы с другими товарищами работали, вот, они мне хотели показать, где они масло продают. Я приехал, посмотрел, мне сказали, приедь к нам и сделай про наш сюжет. Так вот, я и сделал сюжет, тогда здесь ничего и не было, не было ни торговых рядов на автомобилистов, вообще ничего не было. Был один магазин под названием Vyraj M, он продавал все для ваших автомобилей, вот, естественно, люди за нами посмотрели и сказали, вот как-то так, здесь же Vyraj M, надо сюда приехать. И здесь воткнулись эти барыги, знаете, такие барыги, да вот они там, вот там, вот в том месте. Несколько павильонов набрали и там, типа, пытаются что-то сделать. Попытаются ли они провести конкуренцию с Vyraj M, это вряд ли, потому что, кроме всего прочего, за достаточно большие деньги я тут другое место показывал. Вот, и все хотели, тот хотел сбавить цены, эти хотели сбавить цены, но не получается же. А в фирме Vyraj M делают следующим образом, они просто убирают цены. И сегодня, сейчас можно масло, получается, Лукоиловское купить за 89. Кроме всего прочего, здесь много таких вещей, на которых ценники небольшие, поэтому есть смысл сюда заехать. Вдруг внезапно захотелось в раз кого-то наказать. Представляете, да? Vyraj снижает цены, а тут рядом крендель парит мне, что в Мерседес заливается только оригинал. Да честно, бред. Ставьте дешевые масла и аккумулятор. И меняйте все чаще, и будет все зашибок. Кстати, вопрос, а как за 10 тысяч из любой машины состряпать нормальное средство? Ну, вам надо понять, что вы берете нормальный автомобиль с ходовкой и движком. А за всем остальным позаботится Vyraj N. Помните, мой ребенок сюда зашел? Так вот, мой ребенок сюда зашел, и ему очень необходим был насос. Потому что, вы знаете, насоса-то у меня хватает. Но если ребенок хочет насос за дешево, то почему бы и нет? 298 рублей. Вот такую штучку. И накачаете и колесо, и велосипед, и мотоцикл, и, естественно, другие вещи. Чуть-чуть, да маленько. Покупаете все это здесь, естественно. Ну, есть и другие насосы, они подороже стоят. Но основное правило мне говорит о том, что без инструмента, вот таких вот, сейчас ничего не делается. Потому что, к сожалению, нет у нас людей нормальных. Поэтому берешь инструмент, залазишь куда надо, и все это делаешь. Цена вопроса. На тысячу рублей дешевле. То есть, 2568. Нормальный большой инструмент. Вот, пожалуйста, и отверточки, и все остальное. Кроме всего прочего, надо объяснить, что весь этот инструмент тайваньский. То есть, это классный инструмент. Не просто так, ерунда, которая раньше продавалась где-то, а нормально. И это правильно. А то теряют ряды те, кто хочет работать с вами. То есть, теряются кадры. Но самый лучший кадр, это вы. Наколбасили себя, пропесочили и сделали все верно. Как вам не такое правило? Так, помните, машину не обязательно поднимать. То есть, вам нет необходимости заезжать на подъемник. И нет необходимости на эстакаду ее тащить. Ее же можно просто приподнять. А потом уже что-то делать. Так вот, домкраты здесь, кстати, недорогие, от 400 рублей. Есть и подороже. А вот этот суперовский домкрат. Две тонны, понимаете? На огромную, большую высоту. То есть, вот эту штучку надо кое-что сделать. Вот настолько, представляете, да? То есть, все джиперы и вот этот для вас. Хотя, не только для джипов все это необходимо. Потому что, вот я сейчас обращу ваше внимание чуть-чуть пониже. Вот, вот эти вот домкраты. И вот этот домкрат. То есть, цена вопроса. Халява, то, что мы и говорили. То есть, за 1700 практически рублей вы позволяете себе приподнять вашу машину. Да всего хватает. И инструментов, и домкратов, и масел всяких. И того, без чего ничего такого не делается. Кстати, выбор-то лучший. И я вижу здесь и конкурентов. Но конкурент главный не позволит себе таких цен. Я там антифриз беру по 63 рубля. А здесь дешевле. Кроме всего, дешевое масло. И в АКПП, и аккумы. Если у вас свой старый аккумулятор, вы можете его принести. Взять нормальный курский аккумулятор УНО с годовой гарантией. То есть, берете аккумулятор на год за 1200 рублей и ездите спокойненько. Почему бы и нет? Кстати, есть все и для всех. То есть, есть зарядники. А ценник 1200 рублей. И это далеко не у каждого. Итак, мы вам показали масло, которое стоит 99 рублей. Оно на входе. Вот, вы можете его разливное взять. Единственное, вам необходимо масло менять чаще. То есть, я масло меняю на 5000 километров. Вот. А хотите взять настоящее масло, зиковское? Полностью синтетика. 998 рублей. Пожалуйста. Ну и в продолжении сюжета. Посмотрите, сколько здесь масел разных. То есть, если вы на чем-то ездите, но главное менять их чуть-чуть чаще, можно приехать сюда и все это здесь дело купить. И сколько их? Сейчас вот это все за моей спиной. А вот если с этой стороны еще обойти. То есть, ну понятно, да? Вот это и есть территория масел. То есть, если вы захотели что-то поменять, почему бы и не приехать в Ираж М? Еще раз про дешевые масла. Вираж М вам позволяет себе взять масло дешевле. Но надо понимать, что то, что разливается, это для вас. То есть, на чем продавец зарабатывает. И это разливное масло. Кстати, вы должны понять, что самое дешевое это в разлив. Потому что вы не платите за тару. Ну, кстати, насчет тары. Масла не все продаются в разлив. Взять, к примеру, Матюль, Эльф или Тоталь. Ну, где-то там они, наверное, и в разлив. Но здесь по вполне низкой цене. И это для вас. Есть еще клевая такая штука. Ксада. Ну, по-русски типа хада. Вот только я не пойму, почему по-русски. Хотя льется все в Голландии. Но вот здесь ревитализанты. И вы из ушатайки легко сделаете нормальный пепелац. Кстати, машина ест все. И топливо, и бензин. И работает на нашем низком сорте. Ну, и поправить машину. И то, что нужно, опять же, все здесь есть. Итак, мы купили недорогую машину. Там в пределах от 50 до 60 тысяч рублей. Она, естественно, пустая. Там ничего и нет. Необходимо ее первым привести в более-менее нормальный порядок. Купили себе видеорегистратор. Вещь полезная. Стоит 950 рублей. Затонировали ее из вот этих вещей, которые здесь в том же количестве есть. Вот. Потом взяли вот этот цинкарь. 97 рублей. Вот этой бутылки, в принципе, хватит, чтобы вы смогли победить всю ржавчину. Вот. Купили себе магнитолу за 750 рублей. И поставили колоночки. И они в том числе здесь есть. И сумма-то получается не такая уж большая. Итого, мы за 10 тысяч рублей сделали вам суперавтомобиль. Да посмотрите. А если-то и нет. Но надо любить свой агрегат. И надо понимать, что кое-кто в машинах проводит большую часть времени, чем дома. Так вот, мы вам показываем фирму Вирошем, которая работает. И ей абсолютно фиолетово на конкурирующих фирм, которых здесь достаточно много. Потому что, как бы так оно и случилось. То есть, Вирошем плавно снижает цены. И показывает вам то, что на некоторые вещи ценники просто халявные. То есть, мы вам сегодня показали то, на что вы потратили большие деньги. То есть, купить масло, фильтр, потом примочки, аккумуляторы и все остальное. Вот эта сумма, которую вы здесь тратите, сумма в других местах, она в разы дороже. Так что, приезжайте вот сюда, заехать все достаточно просто. Приехали на вокзальную 3, дробь 9. А вот тут-то будем с вами договариваться. Дело-то в чем заключается. Здесь, на этом перекрестке, по часу народу больше, чем где-либо. И, по сути, это центр города. Здесь мой любимый магазин Орион. И здесь еще кое-что. И я бы, конечно, здесь бы и жил. Да вот только не все работают с нормальным, самым доступным средством общения. Это телевидение. Но мы вам сейчас показали одно из таких. Это Вираж М.